Здравствуйте! На Первом Городском начинается вечернее шоу Вятка Тодей в студии Александр Сорокин. Смотрите в сегодняшнем выпуске. Дождь в подъезде. Да, должно все в порядке быть, отвечаю я. Токио в центре Кирова. В городе Кирове два часа дня. А также видеопосылочка старичку Спилбергу. Новый вид асфальта. Одним движением асфальт превращается, будто горох на суток. И по традиции подостаем кировчан. А чего говорить? Ну с праздником просто. Вот сидим мы в своей красивой яркой студии. За дверью четыре охранника, которые оберегают нас от поклонников. А в городе безобразие творятся. Кто? Кто отправится их решать? Ну не мы же сильные и большие здоровые мужчины. Оксана Стяшкина. Хрупкая леди с микрофоном. Рубрика «Наболела». Дождь в подъезде. А я пока пыль протру. Вот так вот вы пол моете каждый дождь. Нет, вот такой у нас ведь. И дождь-то небольшой. А смотри сколько затопило. Я боюсь, что побежит к людям-то вода. Вот поэтому и разгоняем, чтобы ее не было. Цемент быстро впитываю. Вот так каждый дождь Александру приходится выходить на лестничную клетку и бесконечно мыть пол. А все из-за того, что в их подъезде постоянно протекает ливневая канализация. Вода льется по стенам, по лестницам и даже по проводам. Принесли письма квитанции. Все сырехоньки. Да, даже год на год ничего не получается. Так я и на проводку верю. Все эти уже с замыканием нужно запросить. И как говорят жильцы, живут они с этой мокрой проблемой давным-давно. С первых же, значит, дождей. Так и в том году была такая же история. И куда только не обращались активные жильцы подъезда. Мы писали... Управляющая компания, жилремкомплекс, значит, обращались письменно с жалобой, значит, государственную жилищную инспекцию. Вот сегодня мы звонили, нам сказали, что мы хорошо работаем, все. Так оказалось, в этом доме помимо управляющей компании существует еще и товарищество собственников недвижимости. Председатель Василий пришел разъяснить суть проблемы. Значит, причина, которая течет, пока не ясна. Что дальше делать будем? Сейчас думать будем. Проблема эта решается, устраняется. Сейчас конкретно работают люди. Что шуметь-то о чем? Мы нашли слесаря, который пришел устранять аварию. И он нам рассказал о ходе предстоящих работ. Вот сейчас думаю резать муфту, убирать и смотреть, какой там шок. Может быть, там хомут можно поставить, может еще что-нибудь придумать. То есть сделайте что-нибудь, подделайте. Конечно, сделаем. В порядке будет? Да, должно все в порядке быть. Отвечаю я. Надеемся, что эта проблема сегодня же будет решена и не повторится при следующем дожде. Оксана Стяшкина, Сергей Самойленко. Программа «Виатка Тудей». Есть в нашем городе человек, которого однажды отверг Познер, Парфенов и чеканал Перец. Но Юрий Морданов, так зовут нашего друга, продолжал мечтать стать великим журналистом. И по убывающий Познер Познер, Парфенов, Перец «Виатка Тудей» мы приняли его в видеосюжеты. Прямо сейчас. Рубрика «Ай-яй-яй. Интереснейшая история о Токио» в центре города. Этот видео-шедевр в нашу редакцию прислал кировчанин Юрий Морданов. Юрий вчера прогуливался по Кирову и забрел на улице Чапаева к дому 1Б. Там его насторожило табло, которое показывает и температуру, и время, и дату. И если верить хронометру, то в городе 8 часов 40 минут. Однако... В городе Кирове 2 часа дня. То есть часовой пояс улицы Чапаева возле дома 1Б соответствует часовому поясу Токио. А что касается даты, тут вообще атас. Мы живем еще март месяц. Табло четко говорит прохожему. У нас 10 марта. Вы представьте эмоции человека, который, скажем, вернулся с вахты, праздновал это событие неделю, как водится, вышел на улицу, а там март. Но вернемся к табло. Единственная верная цифра на нем — это температура. Да, и то не факт. Резюмирую. Юра просит передать «Ай-яй-яй» владельцу часов, которые вводят кировчан в заблуждение. А какого-нибудь вахтовика вообще могут ввергнуть в запой. А мы продолжаем штурмовать холодное сердце голливудского режиссера Стивена Спилберга. Собираем ему каждую недельку видеопосылочку с самыми смешными кировскими сюжетами. А в ответ тишина. Но мы пробьем эту фифочку. Рубрика «Спилбергу нравится, Спилберг улыбается». Спилбергу нравится, Спилберг улыбается. Слава великому Спилбергу! Ну, потому что именно Спилберг мотивирует кировчан каждую неделю снимать видеоролики и отправлять ему через нашу передачу. И первый лайк от Стивена летит правдивой переводчице из Альметьевска. Нет видео не кировское, но в Кирове точно такие же отношения горожан с воротилами местного бизнеса. Город имеет Айрат Ринатовича и Татнефть. Но самое главное, это то, что он имеет вас. Это самый важный момент. Продолжая тему предыдущего ролика, наш телезритель Юрий Морданов имеет большое желание изменить что-то в жизни города. Именно поэтому он решил заняться острой журналистикой. Наш внештатный сотрудник установил, что кировские дороги, вероятно, делают из специального биоматериала. И козьи фермы – главные поставщики асфальта на дороге. Новый вид асфальта. Одним движением асфальт превращается. Превращается. Как будто горох из этих дыквей. Чудеса детских дорог. Кажется, мы стали забывать, что в Кирове, кроме дорог, есть и другие достопримечательности. Неутомимый Юрий Морданов снял очередную вновь появившуюся. Приходите фотографироваться. Много в Кирове достопримечательностей. Есть присядь на дорожку. Есть привяк на дорожку. На сегодня короткий экскурс в мир кировских видео закончен. А если ты увидел вокруг себя что-нибудь необычное, крот под шофе поет гимн Камбоджи, или летчик кидает сверху листовки с прикольными картинками, тогда снимай это на видео и присылай в нашу редакцию. Адрес вяткатудейсобакамейл.ру или просто выкладывай в соцсети с названием Киров или Вяткатудей. Покажем, посмеемся и посмешим старика Спилберга. Спилбергу нравится, Спилберг улыбается. Пристроили, пристроили, штраф за превышение скорости, пристроили, а вот эту милашку не пристроили. Рубрика «Пристроим вместе» найдем хозяина или хозяйку этому малышу. Сегодня мы хотим вас познакомить с этим резвым псом по кличке Багги. Багги очень смелый и крепкий пес. Любит, когда его гладят. Легко находит общий язык с другими животными. Он станет и надежным другом, и хорошим охранником. Это молодой, активный, энергичный, сильный пес. Но несмотря на то, что он такой большой, черный и страшный, он очень добрый. Его можно отдавать в семью с детьми, потому что, ну, очень ориентирован на людей. Пес действительно очень добрый. Ему нужно внимание, ласка, любовь. Если вы хотите стать заботливым хозяином для Багги, звоните по номеру, указанному в нижней части экрана. Номер телефона 8 912 823 84 01. Всем привет! Меня зовут Саша, мне 23, я умею красиво рисовать, у меня есть хобби. Я люблю слушать музыку, мастерски составлю компанию на обеде. В общем, вот такой вот я. Примерно такой текст мы ожидали услышать от кировчан, предложив им свободный микрофон. Просто говорите! Опрос на эту тему снимал Оксана Стяжкина. Здрасте! А чего говорить? Ну, с праздником просто! С Днем защиты! День защиты детей был. И все. С Новым годом! Что сказать-то? Ну, всем привет! Так что? Сплясать? Не, мне нога болит. Я иду в поликлинику. К стоматологу. Все. До свидания. Какой вопрос? Что говорить? Поздравляю всех жителей города Кирова с праздником. А какой сегодня праздник? Паломники, знаю, ходят. Олег! Говори в поисбольном порядке, что хочешь. Передаю привет маме, Насте. Кому еще? Мама у нас работает проводником, сейчас она в Кисловодске. Мы на обеде, мы на обеде, нам надо торопиться. Не здоровимся. Гудбай, Америка. И на сегодня это все, о чем мы успели вам рассказать. Но! Но! Если у вас есть интересная информация, пожалуйста, пожалуйста, присылайте ее вот сюда. Наша почта вятка-тодейсобакамыл.ру. Наш телефон 54-18-19. Это была Вятка Тодей. Это был Александр Сорокин. До скорой встречи. Лето еще будет.